МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Очередное громкое задержание. В Санкт-Петербурге взят под стражу глава Газпром Межрегион Газмахачкала Владимир Анастасов. Как выбрать профессию, трудоустроиться и быть востребованным? Ответы на эти вопросы сегодня смогли получить ученики 9-11 классов на ярмарке выпускник. Нокауты, броски и болевые приемы. Триумфом российских спортсменов в Каспийске завершился чемпионат Всемирной Федерации боевого самбо. Крупное ДТП с участием пассажирской газели произошло в Карабудахкенском районе. По данным Минздрава республики, 1 человек погиб и 12 пассажиров, получившие телесные повреждения, были госпитализированы. Авария произошла на участке между поселками Манас и Карабудахкен приблизительно около 9 часов утра. На место происшествия выехали три бригады Дагестанского центра медицины катастроф. Состояние одного из госпитализированных. Мужчины оценивается как крайне тяжелое. Он находится в коме с черепно-мозговой травмой. Состояния остальных в средней степени тяжести. Детей среди них нет. Глава «Газпром» Межрегионгаз Махачкала Владимир Анастасов задержан полицией в Санкт-Петербурге перед плановой медицинской операцией. Он является фигурантом уголовного дела о причинении ущерба бюджету республики на 11 миллионов рублей. В частности, это связано с расследованием о необоснованном начислении долгов за газ жителям Дагестана. Его задержание произошло в одном из медучреждений Петербурга. Назначенную ему операцию отменили и после чего доставили в аэропорт, а оттуда в Махачкалу для дальнейшего разбирательства. Дагестан теряет объемы жилищного строительства, сообщает Росстат. В республике было введено в строй 482 тысячи квадратных метров индивидуального жилья. Объем выполненных работ оценивается в почти 100 миллиардов рублей, что меньше прошлогодних показателей. Ранее сообщалось, что Дагестан планирует увеличить объем ввода жилья до 2 миллионов квадратных метров. Однако ряд муниципальных образований республики не выполнил установленные госзадания по вводу жилья. Страница 19. Республиканский этап федерального конкурса чтецов среди старшеклассников проходит в Махачкале. В лице и интернате для одаренных детей более 100 лучших заставляли своим чтением испытывать самые разные чувства как слушателей, так и жюри. Страница 19 в Дагестане проходит уже второй год. В этом году, отмечают организаторы, конкурс отличается масштабностью. В нем участвуют школьники со всех уголков республики. В этом году участвовало всего 50 школ по городу Махачкале. В этом году мы немножко расширили наш масштаб. Вся республика участвует. От Ахазского района, Сумадзинского до Северных Нагайского районов. Вся республика почти здесь сегодня. Это же самое, только масштабом отличается. И больше, может быть, возможностями будет, немножко больше призовый фонд будет. Победители поедут в Москву. То есть надеемся, что все-таки победитель нечего у нас. Победитель будет представлять республику на федеральном уровне. Эксперты отмечают, что спрос на классику возрождается. О чем свидетельствует увеличение с каждым годом количества желающих принять участие. Люди приехали из самых дальних уголков Дагестана. Это очень здорово, это очень круто, что люди читают. И это за этим будущее. Какую специальность нужно получить, чтобы быть востребованным на рынке труда? Ответ на этот наболевший вопрос сегодня смогли получить ученики 9-11 классов на традиционной ярмарке выпускник. О том, как будущие студенты ищут себя и свою профессию в сюжете Карины Баталовой. Здесь рисуют, вышивают, оказывают первую медицинскую помощь и даже показывают опыты. Все, чтобы будущих выпускников привлечь на сторону своей профессии. Более 40 учебных заведений представили информационные стенды и своих лучших студентов. Курбан Магомед показывает, чему научился в УЗИ. Эту лабораторную установку он разработал сам. Это установка для изучения явления электромагнитных индукций. Вот вы можете наблюдать за тестером. Вот с помощью этого магнита там образуется ток. Много зарабатывать и быть успешным, пожалуй, это главный показатель при выборе будущей профессии. Сейчас, по уверениям специалистов, наиболее востребованы технические и рабочие профессии. Век информационных технологий диктует свои правила. За них борются и у них очень большие зарплаты. От 40 тысяч зарплата начинается для такого специалиста. Мастера, которые могут работать на станках с числовым программным управлением. Это очень востребованная профессия, потому что у нас есть большой завод Дагдизель, у нас есть КЭМС, Каспийский завод. Понимаете, и на эти большие предприятия нужны профессионалы именно своего дела. Юристы и экономисты не востребованы. Именно этим специалистам сложнее всего найти работу. И все же, то ли по инерции, то ли из-за престижа поток желающих не иссякает. Все так же популярны медицинские учебные заведения. Благо врачи нужны всегда. Больше всего не понравилось, как меня научили реанимировать человека. Например, бывают ситуации, когда человеку станет плохо. И благодаря девушкам, которые меня научили, теперь я смогу реанимировать человека. Думаю, либо на психолога, либо на пилолога. Мне еще очень понравилась правовая академия. Почему-то медицина и правовое меня очень сильно заинтересовало. И, наверное, я как-то одно из этих выборов. По словам организаторов, участниками ярмарки стало около полутора тысяч человек. Отметим, она проводится в рамках месячника профессиональной ориентации учащихся в выпускных классах общеобразовательных организаций. Карина Баталова, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. У дагестанских полицейских сложилась добрая традиция. На протяжении уже нескольких лет Министерство внутренних дел республики в преддверии Нового года поздравляют детей Донбасса и Луганской области с наступающим. И этот год не стал исключением о перевоплощении стражей правопорядков Дедов Морозов Камиль Девятов. В преддверии Нового года всегда хочется верить чудеса. Полицейские хоть и не Деды Морозы, но функцию белобородого старца с мешком подарков выполняют не первый год. У здания МВД республики собрался личный состав ведомства. Полицейские Дагестана своими силами приготовили целый КАМАЗ подарков для детей Донецка и Луганска. Благотворительная акция проводится по инициативе Совета ветеранов МВД Республики Дагестан. Была такая идея Совета ветеранов, мы ее обсудили, обсудили в коллективах, в горных органах. И те, кто посчитал нужным, внести свою лепту в том, чтобы поддержать детей наших сотрудников в Луганской и Донецкой республиках, они это сделали. Я им очень благодарен, вот они здесь находятся, провожают, некоторые на службе. Ну, люди вот каждый год практически вот это делают. Мы сейчас в преддверии праздника посетим, мы посчитали где-то около 8 детских домов, где тоже дети оказались в непростой жизненной ситуации. И мы придем к ним, поздравим. Новогодние подарки хоть ненадолго помогут ребятам забыть о той ситуации, в которой сегодня им приходится жить. Камиль Девятов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Далее краткий блок новостей в рубрике «Дайджест», а затем продолжим. Не переключайтесь. В Махачкале задержан мужчина, похитивший телефоны из салона сотовой связи. В правоохранительный орган обратился владелец салона с заявлением, что из его магазина похищено 10 мобильных телефонов общей стоимостью 112 тысяч рублей. Полицейские установили, что помещение салона было взломано. Также правоохранители установили личность неизвестного похитившего телефона. Им оказался 42-летний мужчина, который в содеянном сознался. Возбуждено уголовное дело. Похититель угрозит наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Водитель махачкалинского троллейбуса сел за руль в нетрезвом состоянии. Дорожные полицейские остановили троллейбус, заподозрив водителя в опьянении. На предложение инспекторов пройти обследование мужчина ответил отказом. Нарушитель незамедлительно был отстранен инспекторами от управления транспортом. В отношении его был составлен административный материал. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Меценат из Магарамкенского района построит детскую и спортплощадку за 3,5 миллиона рублей. Бизнесмен Леонард Нагиев в настоящее время живет в Москве, но о родном селении Картас Казмоляр не забывает. Он решил построить для местных детей спортивную и детскую площадку. Они расположатся у въезда в населенные пункты и займут площадь более тысячи квадратных метров. Кроме того, предприниматель поможет и в ремонте местной школы. Долги Анжи снизились на 80 миллионов рублей. Отныне долг клуба составляет 220 миллионов рублей, тогда как еще два месяца назад он составлял 300 миллионов. Это стало возможно благодаря тому, что поступили средства от российской футбольной премьер-лиги. Однако, по словам главного тренера команды Магомеда Адеева, клубы и поныне остаются в плохом состоянии из-за финансовых проблем. И о спорте. Нокауты, амплитудные броски и болевые приемы. Триумфом российских спортсменов в Каспийске завершился чемпионат Всемирной Федерации Боевого Самбо. Соревнования, посвященные памяти героя России Адельгерея Магомеда Агирова, прошли накануне во дворце спорта имени Али Алиева. За ходом зрелищных поединков следила и наша съемочная группа слова Курбану Рагимова. Мощные удары в стойке, подсечки, проходы в ноги и другие приемы. Самбисты в этот день использовали весь свой арсенал. Оспаривать звание лучшего в Дагестан приехали спортсмены из 16 стран. Всего около 150 ведущих атлетов планеты. География стран. Мексика, Китай, Вахрен, Азербайджан, Киргизия, Россия в финалах. Боевое самбо является дисциплиной внутри самбо. Она переросла, она собирает больше зрителей, ее больше понимают за рубежом. Очень много, много миллионов болельщиков по всему миру. Что нам мешает делать боевое самбо настоящим видом спорта? Я верю, это такие аудитории, столько много болельщиков, средства массовой информации. Все-таки боевое самбо выходит на другой уровень. Заявленных в афише почетных гостей Роя Джонса, Емельяненко и Хабиба зрители так и не увидели. Но и без них на трибунах Алиевского было немало звезд мирового масштаба. Одну из трех своих побед на чемпионатах мира Шамиль Зауров завоевал на родине. Тогда, в 2004-м, турнир в зале ДГПУ вызвал небывалый ажиотаж. Прошло 14 лет. Это был 2004-м, первый чемпионат мира, который я выиграл. Конечно, тогда ММА особо не было развито. Сейчас все молодежь смотрят именно там, бои без правил, ММА там. Тогда ажиотаж вокруг боевого самбо было полностью. Там весь Дагестан, в каждом зале все тренировались. И просто тогда этот педеринский зал переполнен, друг на друга сидели люди. Они организовали, сколько народа, сколько гостей. Это приятно видеть, так что развивается. Выступать перед родной публикой – дело нелегкое. Здесь высока ответственность. Но с такой шумовой поддержкой Рашид Вагабов проиграть не мог. В финале бросок от таджикского спортсмена он все-таки пропустил, но свою борьбу навязал снизу. Оппонент долго терпел, находясь в так называемом «треугольнике», но махачкалинцу все же удалось довести прием до конца. Мысли, конечно, в голову приходили очень много. Я уже думал отпустить и продолжить бой в стойке. Но как бы слушал тренера, он говорил до конца дела, и вот послушал, и вот результат. Готовился, конечно, усердно, но права на ошибку вообще не было. Или выиграть, или умереть на ковре, как говорится. Побеждать любой ценой должен был и Марат Магомедов, самый опытный самбист команды. Методично набирал свои баллы, затем заканчивал бои досрочно. В финале болевой прием на руку капитан сборной исполнил в лучших традициях самбо. Соперник стучит в знак сдачи. Честно сказать, давно хотел у себя выступить на родине. Ответственности больше, волнения больше. Всем спасибо, хочу сказать, кто пришел меня поддержать, очень много близких рядом. Давно не уступал по боевому самбо, я сам выходить из боевого самбо. И Манаб предложил, сказал, надо подраться, выступить, поддержать сборную России Дагестана. И перед боем тоже хотел продышаться, честно сказать, почувствовать ринг, вот эту атмосферу. Все удалось, все супер, все четко. Атмосферу настоящего праздника болельщики испытали после победы тяжеловеса Паши Хархачаева. В схватке за золото любимец местной публики разгромил Сергея Зубкова из Казахстана. Медаль дагестанца пошла в зачет сборной Бахрейна, но радость за своего земляка в зале не скрывал никто. Поражение в финалах Гимбата Исмаилова и Магомеда Муталибова не испортили общее настроение зрителей. Российская сборная завершила чемпионат на первом месте. Вслед за хозяевами в командном зачете идут команды Таджикистана и Казахстана. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. Таковы новости этого часа. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok